Здесь опять такая странная конструкция, что двигаться нельзя. Сейчас надо взять кокос каким-то, ручку мне зачем-то дал. Сейчас, погодите. Маша что-то написала, блин, Машу я не могу посмотреть, сейчас вот трону и ей все свалится вся моя конструкция, любите кокос, очень люблю, но вот например если кушать ложкой, то я больше люблю, знаете какой, такой, который уже сухой, такой, ну очень любят эти вот каши, всем привет, но так как мы скоро уезжаем, поэтому надо наслаждаться тем, что есть. Там был ремень, опять. В общем так высоко плавки пташет модель такая, если я его так-то спущу, они не будут держаться. Модель такая. Это не для того, чтобы мне ноги удлились, я прекрасно знаю, что у нее не длины ноги. Какая модель? Сынчик тут опять сейчас разрыдался. Кто-то прошел по его конструкции. Песочный. Кривляюсь, но ем. Больше не хочу. Красотка здесь. Спасибо. Поддаем сыну мужа совсем не видно. Ну он сейчас на серфинге катается. Кто купальник? Знаете, тепло тебе? Тепло, но скоро будет холодно. Слушайте, что после вышел. Купальник принт красивый, но качество просто отвратительное. Просто отвратительное. Я когда завязываю веревки, у меня трескаются нитки там. Это просто ненормально. Такого быть не должно. Я очень ищу, где купить такой же принт и шить свою модель купальника. Качественную. Чтобы не трескало из нитка. Алкоголь на отдыхе вообще не пьешь. Знаете, пью как следует. Прям пью вот в Турции пила. Она все включена. Вот. А здесь, во-первых, здесь не такие вкусные коктейли. Вот. Мне не нравится. То есть, ну, я взяла вчера такие у Сан Райс. Не в отеле, а просто в ресторане. Мне еще не по разу. Прям мерзость какая-то. А здесь как-то, блин, не знаю, если честно. Ну, есть они как-то. Или я подходила. Там не такой большой выбор. Ну, что-то мне как-то... Я же люблю только вкусненькое. Вкусненькое, чтобы максимально было. Какие отношения сейчас у свекрови хорошие. Сейчас тут все хорошо. Блин, так много водички кокосовой. У меня кокосовая очень. Я в этот... Не в эту. Я еще со Шри-Ланки посела на кокосы очень. И у меня прям прекрасно справляются с кокосами. Так. Сколько я не улетел телефон, а потом просто не поставлю. Поэтому я лучше вот возьму, попью кокосик. Так. А, да. Все приходит. Трогать ничего не надо. Тяжело. Холодный. Прям по зубам должно. Я там иду. Скоро уже прям через пару дней. Будем надвигаться. На вот этот кокос. Не на другой, а на этот кокоса. Что вы придираетесь к словам? Нравишься людям? Спасибо большое. Как мальчики не ругаются, ругаются. Вчера даже больше вам скажу. Вчера состоялся грандиозный скандал с их мамой. Вчера. 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 Толета Супер. Привет, я из Пешкека. Привет. Кристинка шампунь. Натур Сибирька с этим… Да. И с чем? Сейчас скажу. Натур Сибирька с оболепинкой. Вонючий шампунь, но зато бессульфатный. Как любить себе мужа моего тоже двое. Вы их не обязаны любить. Вы не должны их любить. Я вам так скажу, что хорошее отношение у вас с детьми мужа будут только тогда, когда дети к вам будут вас уважать. То есть вы с ними друг друга любить не должны. Вы друг друга чужие люди, но вы должны друг другу уважать. Видите друг друга личные границы. И тогда будут хорошие отношения. Если будет что-то не так, то, конечно же, будут недовольства с обеих сторон встречные друг другу. А чем мать недовольна? Ой, я не хочу сейчас все это вытаскивать, но суть такая, что я просто взорвалась и высказала все. Все, что у меня накопилось, сколько я долго молчала, воспитана, улыбалась просто и все. Но высказала вчера все, потому что уже перешли все рамки, полезли туда, куда не надо. Взяли на себя слишком много, но и пришлось уже сказать все как есть. Да, дети, мы уже с нами отдыхают. Ужас весь отпуск спать. Так, новостки отношений у нас. Как они с нами не живут, в целом вообще нейтральные. Когда мы приезжаем, съезжаемся, видимся, полторы недели тоже нейтральные. Потом начинаются натянутые. Зачем вообще общать с Нилой? А я не общалась. Я не общалась. Серьезно. Я не общалась. Я даже вот вчера конкретно вообще не общалась. То есть до этого была переписка только, типа, присылай, пожалуйста, фотографии мальчиков, а то они вообще не присылают. То есть если я не забывала, я что-то могла прислать. Потом вообще, короче, там Сережины суржение ломают, и мама уже круглась, видите? Короче, муж вообще ничего слова не сказал, потому что понимал, что уже все, двери до кипения. Так вот, в общем, я никак не общалась. Была такая ситуация. Она позвонила мужу, они разговаривали. Она спрашивает, а ты один сейчас? Он такой, типа, ну нет, типа, здесь Кристина. И она говорит, ну нет, тогда я тебе наедине потом скажу. Пусть я уже стала закипать. Я говорю, что это такое? Наедине, говорю, Ирина может разговаривать с своим супругом. Я говорю, ну не с тобой. Вот. Я закипела, он ушел, и она позвонила ему что-то сказать. А телефон остался, был здесь. Я взяла труху, говорю, да. Она говорит, ну мы, типа, сейчас зарегистрируем вас, там, скоро, типа, там, за 24 часа. Ой, за 48 часов. И я такая, да, окей. И она потом начинает разговор. Я могу только вот начало как бы рассказать. Она говорит, знаешь, Кристина, у тебя сейчас в больнице, но такие красивые медсестры, и врачи, и такие девочки молодые, красивые. И они, говорит, знаешь, и попу вытирают. Я говорю, Ирина, зачем мне это, говорит, рассказываешь? Она говорит, ну, знаешь, вот видишь, у них же, наверное, другие приоритеты в жизни. Я говорю, какие приоритеты? Я говорю, это медики, они на это идут намеренно. Они через это проходят, скорее всего, через ординатуру, там, еще что-то. И чтобы дальше выйти, там, стать врачами, там, и так далее. Она говорит, ну, типа, ну, вот не врачами же можно, ну, вот можешь же просто работать. Я говорю, что ты, говорю, от меня хочешь? И она мне говорит, ну, ты же просто пиявка, типа, на деньгах Сергея, и все. И вот здесь, конечно же, меня забрало, упало, и я сказала все, что я думаю. Вот. Ну, вы понимаете, что пока было. Через пару дней, говорю, уже вот регистрироваться можно будет. Вот, и, короче, я это, прям вспылила, потому что... Какая разница, господи, или у нее муж без денег. Ну, с деньгами, конечно, но, походу, ну, наверное, не с такими. Представляете, бывшая супруга называет меня пиявкой. Блядь, на деньгах моего законного мужа. Вы представляете, да, что это такое? Как бы, я думаю, любой бы женщине это не понравилось. В общем, вот такая ситуация, произошел, говорю, скандал, прям, прям скандал. Потому что, ну, она все, она разворошила, прям, разворошила вулканы и получила, как бы, ответ. По итогу она, в итоге, извинилась и говорит, ой, типа, я, наверное, еще под наркозом, типа, прости за резкость, типа, я вот не хотела. Я говорю, ты, говорится, ты уже как бы родная, я с тобой ругаться не хочу. Я говорю, Ирина, я говорю, я тоже с тобой не хочу ругаться. Я с тобой готова быть в нейтральных отношениях. Я говорю, ну, ты же не можешь не лезть. Я ей написала большое сообщение после разговора, где попросила ее больше в вежливой форме, больше не лезть к нашей семье никоим образом. Я говорю, она не имеет никакого к нам отношения, никакого. Я говорю, у тебя есть свой муж, своя семья, у тебя есть чем заниматься. Я говорю, почему ты живешь жизнью своего бывшего супруга? Я говорю, это неправильно. А я это, знаете, не злилась, не ругалась. Просто, ну, как бы я там в двух словах как бы объяснила человеку, что, я говорю, как ты меня называешь, говорю, пиявкой, я говорю, ты была точно такой же пиявкой. Я говорю, из-за границы и сейчас ты бы, говорю, ничего бы не смогла без денег Сергея. Я говорю, она же начинает кичиться, что у нее два высших образования, что она там работает в школе, а где-то еще. Я говорю, Ирина, это не важно. Я говорю, это не важно. Я говорю, а где ты сейчас работаешь с вами двумя высшими образованиями, сиделкой с стариками? Я говорю, то есть непонятно, что человеку, в принципе, это мне надо. Я говорю, я неконфликтная, если меня не трогать, но если, конечно, меня разворошить, извините уже. И когда она меня разворошила, и она стала получать ответы, она говорит, а ты такая, говорит, резкая, ну, можешь же на компромиссы идти. И почему ты, говорит, Сергей, на месяц в Австралию не отпускаешь, я говорю, Ирина, потому что мой супруг, говорю, не будет ездить на месяц куда-то без меня, говорю, это не в правилах нашей семьи. Почему, говорит, ты диктуешь ему, почему ты диктуешь, ты управляешь, ты решаешь, если, говорит, ваши отношения неравноценные, я говорю, что значит неравноценные? Ну, говорит, ну, он же только один работает, говорю, Ирина, я тебе, говорю, большую тайну открою, в нашей семье равноценность не считается деньгами, говорю, я полноценный член семьи, я законная супруга. У меня точно такие же права наполовину, как и у него, вне зависимости от того, что он зарабатывает большие деньги, а я нет. Я говорю, это неправильно, так не должно быть, это у тебя какие-то искаженные восприятия семейной жизни. То есть если муж зарабатывает, я зависимая, значит, я должна все делать, как мой муж. Если ты так делала, это не значит, что это правильно. Ну, короче говоря, она потом извинилась, как бы я сказала, все окей, говорю, я, говорю, я быстро отходчивый человек. То есть передо мной извинились, я говорю, все окей. Но суть в том, что, наверное, этому разговору нужно было состояться, потому что, потому что слишком много человек позволял себе. Ну, думаю, что сейчас, наверное, уже не будет. Я не знаю, с кем она сейчас работает, я помню, что последняя была, она работала сиделкой со старичками. У нее была операция, я знаю, что за операция, но я не могу разглашать эту тему, потому что это личная человека, я не могу этого говорить. При всем ты чистая провокация с ее стороны, она намеренно тебя цепляет, никогда она к тебе нейтральной не будет. Таким объяснять бестолку, только отсекать на корню от семьи. Серьезная семья решает, как распоряжаться бюджетом. Твоя ошибка, что ты вообще с ней диалог ведешь, что ты объясняешь, это ее не касается. Здесь нужно было объяснить, потому что я очень долго молчала, просто, ну, не хотела, думаю, сейчас будет с ней ругаться, думаю, Сережа расстроит, думаю, ну, ладно, думаю, она сидит там в Австралии у себя, думаю, и ладно. Попурчала, думаю, и хер с ней, думаю, довольна, она счастлива, что она там попыталась меня принизить, и ладно, промолчала. Но когда здесь она уже, она уже позвонила, и сказать мне то, что мальчики ей жалуются, что мы ругаемся, и что вот больше мне не надо ездить с ними видеться. И тут-то я говорю, все, меня еще пиявкой обозвали, и сказали, что там, как надо делать, я говорю, Ирина, мы без тебя решили, что уже нам ни к чему видеться с детьми вместе, это я уже сама, говорю, без тебя решила. Я говорю, ну, ты почему решаешь, думаешь, что ты можешь принимать такие решения, ты не относишься к нашей семье? Наверное, она не может до сих пор понять, что она не относится к нашей семье никак, я не знаю. Ну, какая же, по идее, по логике, какая я ей конкурентка? Ну, какая я конкурентка? Она же же бывшая супруга, что вот, такая конкурентка? В каком вопросе? С чем ей, где ей со мной конкурировать? Про бывшую супругу. Вот здесь Миша, чтобы он увиделся на месте, а Геррина, он не поедет на месте, говорю, это будет нейтральная территория, а не Австралия, и, боже, упаси, никакой месяц. Зависть – самое сильное чувство. Почему дети просят меня, я не знаю. Где твои слова по боку, она на тебя диалог, на диалог провоцирует, чтобы ты ей объясняешь на нее свою правду. Трачь свои силы и ресурсы, объясняй этой женщине что-либо. Не может просить, не может просить молодость и красоту. А, ну да, мне же там еще сказали, говорит, Кристина, когда тебе будет похвастаться чем-то, кроме губ, попы и груди, напиши. Так что я прям думаю, да, наверное, да. Ей 50 лет. У нее там еще были не разведены, но она уже собирала документы, я так понимаю, на развод, потому что у нее уже был мужчина в Австралии, из-за кого она сейчас замуж уже вышла. У нее другой мужчина был в Австралии. Нет, они ровесники. Она, помню, на годочек, может быть, младше. Или 49, или 50. Не знаю, как вот Белоусова Диана Динарова. Не знаю, как правильно. Я рада бы, я рада бы. Он не отвечает, что ли, совсем тогда. Она очень сильно похудела. Спасибо. Почему они развелись? Потому что у нее был уже другой мужчина в Австралии. Он ее звал. Муж уже тоже получил свое за то, что молчал. Сейчас, секунду мне прям, подождите, надо кучу делать. Да, не отвечать вообще. Я вообще практически не трачу. Не трачу. Это прям очень редко бывает, но бывает. Мне муж тоже путинка. Ну, он хорошо зарабатывает в Австралии. Вот если, говорю, я не хочу врать, но, по-моему, 1500-1600 в рублях, по-моему. Безнежи, я потому что в это выходил, мне нужно было, чувствую, сфотографировать. Какой красивый. Спасибо большое. Так что все, давайте запроем. Все меня спросили, как бы, что было за раздор. Вот я вам говорю, что за раздор был. Сейчас должно быть нормально. Мне кажется, нужно было свернуть. В общем, мы хорошо поболтали. Очень красиво. Вы меня прям захватываете сегодня. Спасибо. Покажи браслет. Вот этот же у меня был уже. Я уже, наверное, пойду к тому, что я хочу искупаться. Я до сих пор не купалась. Я обещала выйти в эфир, вот вышла к вам ненадолго. Вот. Маша прям в эфире говорила, что они поддерживают вас в плане у него детей. У каждого свое право, свое мнение. Мне больше круг нравится. Можно я тебе покажу? Да, сейчас пойдем. Мне больше круг нравится. Сейчас я подойду с вами. Вот. Садись на бау. Ну, а можем тебе сейчас покажу? Ну, видите, кому-то хватает, кому-то. Я сейчас иду, 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 иду. Короче, все, мои хорошие. Я целуюсь с вами, прощаюсь с вами, потому что у вас все равно он объяснит. Вот, все. Пока-пока. Пока.